Всем доброе утро, с вами как всегда Алексей Крылов. Ну что, настал тот день, он настал неожиданно. Короче, сейчас отправляюсь в больницу, сейчас 6.30 утра, и мне будут делать вот эту вот лор-операцию. Вот, я вчера позвонил врачу, и говорю, можете мне записать, но я думал, нужно будет ждать неделю, а он мне сказал, говорит, да, говорит, приезжай завтра, мы тебе завтра все сделаем. Так что, отправляюсь в больницу. Извещаю мне вот этот рюкзак, там все мои основные вещи, потому что я останусь ночевать в больнице. Вот, ну что, пожелаем удачи, и отправляемся в дорогу. Ну что, я в больнице, давайте сделаю обзор палаты. Это моя кровать, это мои соседи, сейчас они ушли на перевязку. Я, получается, лежу в каком-то травматическом отделении, вот, и здесь еще лор-операции делают. Вот, ну, в принципе, как вам сказать, есть кондиционер. Вот такая палата. И даже можно подключиться к Wi-Fi больничному. Но я так и не понял, дают, код не дают, но мой сосед сказал, что поделится паролем. Вот, там вешаем одежду. Вот так это все выглядит. Я одел еще футболку, пишет, релакс. Вот, сдал уже кучу анализов, тест на этот, на корону сдал, потому что без него сюда не заселишься, в этот отель. Так вот, и теперь надо подождать часик-два, там уже придут результаты. Сдал кровь, сделал кардиограмму. Ну, вот, сделали какие-то эти тесты на мне еще. И потом уже будут, придет еще анестезиолог, и уже потом повезут на операцию. Вот, буду рассказывать, что и как. Потому что я так понял, мне пишут в комментариях, что многим это предстоит. Многие думают делать, не делать. Я вот расскажу, как после этого будет у меня состояние улучшиться, не улучшиться. Ну что, все, меня уже еще дополнительно осмотрели врачи. Короче, тут не тянут, как говорят, в Чернобыле, кота за рога. Все быстренько, быстренько, быстренько. Вот, короче, с анализами все в порядке. Поэтому будем ехать в операционную. Ну что, уже прошло 8 часов после операции. Эту штуку мне постоянно меняют. Короче, я чуть позже расскажу, что мне делали. Вот, потому что это жесть. Наконец-то, уже прошло 8 часов где-то, и я наконец-то пришел в себя. Потому что до этого я просто спал. И вот в 8 вечера я только первый раз поел. Вот такие дела. Зато мне теперь есть прикольные белые усы. Вот, по-моему, круто. Правда? Ну что, я уже вернулся домой. Короче, был в больнице чуть больше суток. Выгнули мне ватку. Но у меня еще в носу остались какие-то пластины. Сказали, надо снимать примерно дня. Так, сейчас считаю, сколько дней. Через 3 дня. Вот. Получается, они у меня будут 4 дня. Вот такое дело. Короче, операция. Я думал, она будет очень быстрая. И думал, все будет очень по-простому проходить. На самом деле, перед операцией сдавал еще кучу анализов разных. Потом, перед тем, как везти в операционную, мне еще что-то вкололи. Сказали, какое-то там, типа, расслабляющее. Вот. Потом приехал в операционную. Я не думал, что она будет, ну, настолько. Я думал, какая-то попроще будет. Там один врач, два врача. Что-то они мне там сделают, поковыряют и все. Я захожу, компьютеры, телевизоры стоят. Семь или восемь врачей стоит. Потом меня уже пристегнули к этому столу. То есть, ну, такая была. И полноценная операция. И я засек. Я с того момента, когда меня вывезли из палаты. Когда вывезли меня сразу. То есть, без каких-либо задержек. На стол и все. Короче, и вернули назад. Меня разбудили. Очень сложно было просыпаться. Короче, примерно прошло два часа с чем-то. Ну, короче, я думаю, операция длилась, наверное, часа полтора. Потому что там очень много всего делали, сказали. Вот. Потому что у меня с этими очень сильно была искривлена. Ну, сейчас я покажу на снимках. Потому что, если вдруг кто-то разбирается в этом всем. То посмотрите. Короче, вот он мой снимок. Ну, не всем это будет интересно. Но вот у меня была жесть. Вот эта вот палочка должна быть ровной. А видите, она у меня искривлена. Плюс еще вот эта штука называется шип. Оно еще торчит вбок. Короче, мне очищали все. Говорит, снизу очистили. Выровняли полностью эту перегородку. И еще очищали. Вот видите, тут должно быть пустое пространство. Короче, все вычищали. Сверху вычищали. Какие-то там были полипы. Вот. И... Ну, короче, ее по-любому нужно было делать. Потому что вот это просто жесть. Но такого не должно быть. Оно должно быть просто ровненькая палочка. И все. Без каких-либо вот таких штук. Так что будем ждать, пока оно заживет. Вот. И... У меня еще оказалось, у меня дырка в ухе. Вот. В барабанной переподке. Вот такие дела. Поэтому... Ну, из-за этого, может, у меня и слух снизился. Короче, тут... Даже не знаю уже. Все. Я уже подожду, пока это заживет. И уже буду смотреть дальше, что с этим всем делать. Так что делал я в военном госпитале. Вот в военном госпитале. Я думал, там будет все намного хуже. Ну, там и операционное хорошее. И, то есть... И обслуживание, в принципе, отличное было. Ко мне постоянно ходили медсестры. Постоянно кололи обезболивающие. Ну, они говорят, давайте уколем, давайте это. Ну, то есть, спрашивали, как самочувствие. Меняли постоянно эти повязки мне на носу. То есть, так все отлично было. В принципе, я не жалею, что сделал. Ну, посмотрю, какие будут результаты от этого всего. Как оно со временем начнет. Но то, что было на снимке, там просто жесть мне показалась. Поэтому, ну, реально надо делать. Не надо было тянуть кота за рога, как говорят в Чернобыле. Вот, и повезло, что только позвонил врачу, говорит, приезжай на следующий день. Это прям, я подумал, это прям супер. Если бы сказал где-то через неделю, ну, записал бы. Потому что он мне говорил, возможно, надо будет поджать неделю, может, еще больше. А так, говорит, приезжай. И у меня даже времени нервничать не было толком. Вот, и поэтому мы все быстренько сделали. Конечно, перед каждой операцией, когда тебя усыпляют, есть, ну, немного переживаешь. Но я, короче, понял, просто надо отключить эмоции. Вот просто надо отвести свое тело в эту больницу, сделать все анализы. И все. И пусть мне все сделают. Вот так вот. Заснул очень быстро. Вкололи. И ты даже не замечаешь. Три секунды. И ты вырубился. И я так крепко сладенько спал. У меня еще такие какие-то классные смыслились. И когда меня будили, мне так не хотел просыпаться. Вот, хотел сказать, принесите мне еще этого. Кофейка хотел попить. Хотел попить. Как будто утром просыпаешься. Вот, но, ну, желательно, я так понял, не пить. Потому что может стать плохо после этого всего дела. Вот такие дела. Поэтому я сейчас дома буду восстанавливаться. И это все дело у меня будет заживать. Снаружи, конечно, ничего не видно. Вот, что, как, но внутри там, я так понял, ну, очень много еще было сделано. Диана с Дашей занимаются рукотворчеством. Или как это? Рукоделием. Задание. Задание тебя, да, мама дает? Аня, как всегда, спит. Вот она. Потому что многие говорят, почему не слышно детского плача? Потому что она целый день спит. И я в больнице очень классно отоспался. Это вообще. Когда я был с Дианой в роддоме, там какая-то атмосфера сонная. Короче, вот все сделали. Я вот вчера, мне где-то в 11 или в 12 закончили. Нет, какой 12. Да. А, короче, не знаю. Мне сделали операцию, я тупо целый день спал. И мне сказали перед операцией вообще в этот день не есть. Я не ел. Я только поел где-то часов, по-моему, 8 или 9 вечера. Съел один банан. И я даже похудел в больнице. Представляете? Я сейчас взвешусь. Вообще прям. Итак. Какой вес? 94,3. Это я уже 300 грамм наел. Я когда пришел, я взвесился, был 94. Вот. Но не забывайте, я весил, короче, совсем недавно 100 килограмм. Вот такие дела. Это уже не на голодной желудке взвесился. Вот видите? Так, ну что, я мечтал о кофе. Буду пить кофеек. Мы рады, что ты дома. Надеюсь, все прошло хорошо. И теперь ты будешь здоровый. И счастливый. Бодрый, веселый. Богатый. Да. Ладно. Это как называется вы делаете? Что это такое? Мы делаем задание из адвент календаря. Адвент? Да. Это получается сейчас такая модная штука. Это все блогеры делают, да? Ага. Получается, все дети. Есть взрослые. Есть детские. Есть такое. Короче, это каждый день до Нового года. Начиная с первого декабря надо или на каждое число подарочки есть, или задание. То есть у каждого там есть разные вариации. Вот у нас книжка с заданиями, на каждый день есть задание. Мы его делаем. Плюс у нас есть календарик с елочкой. И мы там клеим наклеечку, что этот день уже прошел. И тогда мы заклеим все наклеечки на елочки. Там у нас елочные игрушки. Ага. Кто перейдет на выкладку. Да, да. Сегодня вы что делали? Елочные игрушки из бумаги? Да. Гирлянда такую. Ага. То есть вот, есть такая елка, и каждый день надо заклеивать даты. Вот. Но перед тем, как заклеить, нужно выполнить задание в книжке, да? В книжке написано задание. Вот такие дела. Ну, прикольная штука. Это как развлекать ребенка, если нет идей. Купили такую книгу, и все. Короче, вот такие вот у меня дела. Операция называлась. Тут, короче, знаете, как есть там экскурсия три в одном. А тут это три в одном. Короче, пишет сиптопластика, полипотомия. Еще попробую этот противный почерк, расшифрой. Гайморотомия подслизистой и бозотомин. Бозотомия. Как-то так вот. Вот. Это то, что мне делали. Так что буду восстанавливаться. Это прекрасно. Буду заканчивать это видео. Всем желаю счастья, крепкого здоровья, мира, путешествий и всего самого лучшего. Пока.